Хотя сессия еще не началась, но в коридорах технологического университета сегодня особенно людно. Главный зал заполнен до отказа. Сегодня в День Героев Отечества здесь в четвертый раз за свою историю проходит форум за веру Кубани Отечества, который объединил людей со всего региона. Собравшиеся это больше 600 человек. Политики, бизнесмены, спортсмены, актеры, общественники, студенты этот форум ждали с особенным терпением, чтобы понять, какими станут ориентиры в общественной, социальной и нравственной жизни Кубани в мире, что за год изменился до неузнаваемости. Общественное движение вне политики почти три года назад как раз и создавалось, чтобы сохранять местные традиции, развивать духовные ценности и защищать национальные и региональные интересы. Лидер движения за веру Кубани Отечества губернатор Александр Ткачев уверен, сейчас как никогда нужно отстаивать собственные интересы и вспомнить о национальной гордости. Сегодня, глядя на извращение западных идеологов вокруг братской Украины, мы отчетливо понимаем, это не первый и, к сожалению, не последний раз, когда нас изо всех сил стараются развести и нагнуть. Столкнуть в БАМе с соседом или даже с братом. И пусть нас всеми силами вплоть до военной, вплоть до расширения санкций, заставляет принять абсолютно чуждые нам идеи и ценности, но все это, я считаю, мы должны отвечать наказом святого, благоверного князя Александра Невского. Крепить оборону на западе, а друзей искать на востоке. За свою историю Россия и Кубань стойко выносили любые происки внешних сил, желание которых было ослабить нас, ведь сильных часто не любят. Но главным оружием против любых сложностей в стране и особенно на Кубани всегда было и остается единение людей разных профессий, возрастов и национальностей, обращается к собравшимся Александр Ткачев. Поэтому примером отваги и любви к родине для молодого поколения должны стать не западные супергерои, а наши, такие как Жуков или Суворов, для которых патриотизм был не просто красивым словом. Патриотизма на словах не бывает. Любовь к отечеству, как и отчему дому, родной матери, проявляется в делах, в ежедневной заботе за свой двор, улицу, станицу, а потом уже и за край, и за страну. Это стремление каждый день делать что-то, чтобы они становились лучше, плавополучнее. Причем начиная с самого простого и банального. Если у тебя под окнами грязь, мусор, бурьян, то не рассуждай о патриотизме и коварстве Америки, а отрави свое мягкое место и наведи порядок. И я уверен, такой порядок должен быть во всем. Но прежде чем сказать что-то или пожаловаться, сделай сам хоть немного, чтобы стало лучше вокруг тебя. Ведь только когда каждый из нас будет сердцем переживать за все происходящее вокруг, будет по-хозяйски заботиться и по сыновню уберечь свою землю, то Европа точно будет завидовать нам. Следующий год легким не будет. Санкциями и рукотворным кризисом нас пытаются сломать и подстроить под собственные чуждые западные ценности, говорит губернатор. Но Кубань уже доказала, что даже под санкциями может утереть нос целому миру. Успешное проведение Формулы-1, рекордный урожай. Все это заслуга всех кубанцев и каждого в отдельности. Успех никогда не дается легко. И чтобы его достичь, нужно не просто много работать, нужно пахать. И мы пахали. Ежедневно делая больше, чем вчера, больше, чем делают другие. Зато все наши победы и успехи стали прочной основой. с сегодняшнего благополучия. Обеспечили краю уверенное движение вперед. И в первую очередь для того, чтобы не на словах, а на деле иметь возможность обеспечить все социальные гарантии. Поднимать зарплаты бюджетникам. Благоустраивать города и станицы края. Строить новые детские сады и школы. Улучшать качество медицины. Однако вместе с победами и успехами на нас лег, конечно, ряд обязательств. Нам нужно не просто сохранить наработанные за многие годы запас прочности, а, конечно, и приумножить его. Иными словами, нужно держать марку. Кубанское значит отличное. Но поддержать любое социальное движение невозможно без развития экономического. И здесь санкции отчасти сыграли хорошую роль. Курсное импортозамещение дает толчок кубанским сельхозпроизводителям, которые уже наращивают объемы производства. А это не только продовольственная безопасность, но и мощное развитие сельской местности. Сельское хозяйство края должно выйти на инновационный путь развития. В том числе и за счет реализации ряда мегапроектов, таких как строительство сети, логистических центров, регионального значения и развитие тепличного овощеводства. Особое внимание мы будем уделять благоустройству сельских территорий. Ведь здесь живет почти половина всего населения нашего края. И наша задача сделать жизнь на селе такой же комфортной и интересной, как в больших городах. Это нужно в первую очередь для того, чтобы удержать на селе нашу молодежь. Квалифицированные кадры, учителей, врачей, инженеров, агрономов, зоотехникам. Будет процветать станица, будет процветать и весь край. На съезде не раз подчеркивают, сегодня важно правильно ответить на вызовы времени. Свежие решения, энергичные лидеры, ориентированные на ценности своей родины, но способные конкурировать даже в тех непростых условиях, которые сегодня во многом усложняют жизнь нашей стране. И здесь вера в собственное государство станет главной движущей силой в будущих непростых временах. Александр Иванченко, Денис Москаленко, Денис Перец, Кубань-24, Краснодар.